Продолжаем автопутешествие через все княжество Андорро от Испанской границы до границы с Францией. Пока выезжаем с паркинга в центре Андорро-Лавелла. Паркинг, как видите, многоэтажный, как и сама столица княжества. Заехали мы на паркинг, как минимум двумя кварталами выше, а выезжаем на площадь у подножья главного туристического центра Андорро. Андорро-Лавелла – самая высокогорная столица в Европе. Она расположена на высоте более тысячи метров над уровнем моря, а разница высот между уровнями расположения улиц составляет более трех сотен метров. Я уже ранее подчеркивал, что Андорро – это единый, огромный, всесезонный курорт. Но однозначно, за счет высокогорного расположения, основной пик популярности отдыха в Андорре приходится на зимний горнолыжный сезон. Основные зоны для горнолыжного отдыха в Андорре делятся между двумя современными горнолыжными курортами – Вальднорд и Гранд-Валера. Если на одной из пройденных круговых развязок повернут налево, то буквально через каких-то 5-6 километров мы уже будем находиться на горнолыжном курорте Вальднорд. Этот курорт расположен к северу от Андорры-Лавелла, а самая дальняя гостиница в этом направлении – в горах. По моим просчетам, находятся на расстоянии не более 18 километров. Я еще расскажу о курорте Вальднорд, а пока наша дорога лежит на восток, вдоль основной транспортной артерии Андорры, в направлении – граница с Францией и горнолыжного курорта Гранд-Валеран. После Андорра-Лавелла и до самого Пас-де-Лакаса, эта автомагистраль уже имеет маркировку CG2. Максимально разрешенная скорость движения автотранспорта по Андорре – 90 километров в час. Но по факту, с учетом плотности расположения городков и населенных пунктов вдоль трассы, как правило, она почти на всем протяжении не превышает 60 километров в час. Административно Андорра делится на 7 общин. Заметьте, не район, областей, профитур или губернии, а именно общин. Или есть еще одно название – коммун. 7 общин или 7 коммун. Пересекая Андорру от Испании до Франции, мы проезжаем по территории пяти из них. Первая часть нашего автопотешествия по Андорре – от границы с Испанией до Андорро-Лавелла. Мы проехали территорию коммуны Сан-Жулио-Долорио, затем коммуна Андорро-Лавелла, и в данный момент мы двигаемся территорией коммуны Эскальдес-Эн-Гарден. А впереди коммунны Янкамп и Канилья, на территории которых в основном и расположен курорт Гранд-Валеран. К северу от Андорро-Лавелла расположились коммуны Ламасана и Ордин. На территории этих коммун находится горнолыжный курорт Вальнорт. А курорт Вальнорт. Этот курорт в основном предназначен больше для семейного отдыха, когда одновременно едут отдыхать и продвинутые горнолыжники, и начинающие. Он включает в себя 69 горнолыжных трасс, 43 подъемника. Трассы в основном умеренная сложность, но имеются также трассы, как для начинающих, так и трассы с повышенной сложностью. А тем временем мы уже въезжаем на территорию курорта Гранд-Валеран. Гранд-Валеран, который начинается с городка и с инфраструктурой. От Энкампа, так же, как и от других городков, которые мы будем проезжать, можно по канатной дороге подняться на вершины курорта Гранд-Валеран и соответственно по одной из горнолыжных трасс спуститься к любому из этих городков. Так, поднявшись по канатке из Энкампа по восточному склону, можно спуститься в Грау-Родж или Пас-де-Ла-Кассо, к городку, который находится прямо у самой границы между Андоррой и Францией. Горнолыжный курорт Гранд-Валеран объединил два старые, отдельно существовавшие горнолыжные комплексы. И сейчас это самый большой горнолыжный курорт на всем Пиренейском полуострове. Он насчитывает более сотни горнолыжных трасс, больше половины из которых трассы повышенной сложности. Но также на курорте есть синяя и зеленая трассы, на которых могут себя попробовать и начинающие горнолыжники. 67 подъемников, из которых 30 кресельных и 4 подъемника с телекабинами. на вершинах более 40 ресторанов и кафе, 7 горнолыжных школ, в том числе и для сноубордистов. Одним словом, громадный горнолыжный комплекс протяженностью только вдоль трассы около 20 километров, с центром в городке Сальдево. Субтитры делал DimaTorzok До Сальдео чуть более 13 километров, от Андорра-Лавелла следовательно около 20, но между Энкампо и Сальдео находится еще один курортный городок – Канильи. Весь этот большой курортный регион имеет огромное количество гостиниц, отелей и апартаментов. Выбор очень большой. Гостиницы находятся как в городках, так и на горных склонах, ближе к подъемникам. Выбор очень широкий. Как по расположению, так и по ценовой политике. Но, к сожалению, не все гостиницы могут предоставить парковку для автомобиля. Поэтому, готовить такое автопутешествие, я рекомендую совместно с профессионалами. Кстати, сейчас мы въезжаем в городок Канильи. Я специально уделил столько времени этому участку дороги, чтобы вы при планировании своего путешествия смогли для себя определиться, где бы вам хотелось остановиться для отдыха в Андорре. То, что вы, отдыхая в любом из этих городков, получите массу удовольствия и огромный заряд положительных эмоций, в этом нет никакого сомнения. Но, тем не менее, приоритет остается один. Насладиться в полной мере отдыхом в Андорре возможно только путешествуя на собственном автомобиле. В третьей части видеосюжета об автопробеге через Андорру мы проедем по городку Сальдео и через туннель Ден-Валера выйдем к границе с Францией. Смотрите наши видео и путешествуйте с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok